Привет друзья, это канал Девайс. В новом видео я расскажу о мониторе AOC CQ27G3SU. Если этот монитор вам понравится, пожалуйста, отметьте видео лайком и поделитесь своим мнением в комментариях, а также обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик. Ссылки на него добавлены в описании видео. Погнали! Монитор AOC обладает изогнутой до 1000 R безрамной 27-дюймовой панелью VA с частотой обновления в 165 Гц. MPRT в 1 мс и FreeSync Premium предназначены как для профессиональных, так и обычных игроков. Радиус кривизны в 1000 R – это наибольший радиус кривизны у игровых мониторов. Он дает несколько преимуществ – снижает нагрузку на глаза, уменьшает количество бликов, увеличивает размеры воспринимаемого изображения и создает больший эффект погружения. Окунитесь в виртуальные миры вокруг вас и получайте удовольствие от любимой игры и прекрасного обзора. Благодаря частоте обновления 165 Гц каждый удар будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары по противнику и оценить высокоскоростные гонки во всей их красе. Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависание в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления. Время отклика равное 1 мс означает скорость без размытия изображения для полноценного наслаждения игрой. Скоростные движения и драматичные переходы будут плавными без раздражающих задержек изображения. Выберите правильный путь к успеху, не позволяйте медленному монитору остановить вас. Панель VA обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Благодаря разрешению 2560 на 1440 Quad HD достигаются великолепные качества и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16 к 9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении. Максимальная глубина цвета дисплея составляет 8 бит. Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода Low Input Lag от EOS. В этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при скуске курка слабым нажатием. Режим 6 игр. Переводите дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек EOS позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры. Выведите битву из тени благодаря функциям EOS Shadow Control и EOS Game Color. Отрегулируйте уровень серого, чтобы повысить детализацию изображения, осветлите темные области отдельно или полностью затемните их, не влияя на остальную часть экрана. Расширьте своё поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивают минимум рамок для непревзойдённого боевого сражения. Дисплей обведён тонкой рамкой с трёх сторон, нижняя панель декорирована фирменной красной вставкой. Дизайн подставки выполнен в стиле игровых мониторов серии EOS Aegon. Данный монитор предлагает возможности настройки по наклону, высоте и повороту, чтобы помочь найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора EOS в соответствии с нуждами пользователей не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Органами управления являются пять удобных клавиш управления, расположенными на нижней грани монитора. Для расширения мультимедийных возможностей монитор оснащён парой динамиков мощностью по 3 Вт. Размеры монитора с подставкой составляют 61 на 53 сантиметра, глубина 26 сантиметров, вес 5,9 килограмм. Присутствует настенное крепление виза 100 на 100 миллиметров. Функция AMD FreeSync обеспечивает синхронизацию частоты обновления изображения с покадровой частотой ПК, что минимизирует задержку вывода, снижает эффект наложения кадров и подвисания изображения во время игры. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, применяется технология Flicker Free, которая подавляет мерцание экрана. Технология Low Blue Light снижает уровень излучения дисплеем вредных тёмно-синих составляющих видимой части спектра, что помогает предотвратить утомление глаз. AOCG меню – это инструмент, который можно установить на ПК для полноценной настройки в сочетании с максимальным удобством для любого монитора. Функция Dual Point отображает точку прицеливания в центре экрана, что обеспечивает игрокам в шутеры от первого лица постоянную возможность быстро и точно прицеливаться. На задней панели расположены разъёмы. Один дисплейпорт 1.2, два HDMI 2.0, четыре USB 3.2, один выход для аудио 3.5 мм. Монитор можно без труда подключать к Xbox и PlayStation и наслаждаться отличным качеством изображения, так как он поддерживает частоту обновления 120 Гц, поэтому даже модели новейшего поколения работают на максимальных настройках графики. AOC CQ27G3SU поставляется в комплекте с кабелем HDMI и DisplayPort. В мониторе используется встроенный блок питания мощностью 46 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится. Огромная подставка. Засветы. Неудобные кнопки меню. А вот что покупатели оценили больше всего. Цвета из коробки. 2К. Дизайн. 1000R. 165 Гц. Много видеовыходов. USB-хаб. Отклик 1 мс. Тонкие рамки. Качественная сборка. Большой запас яркости. AMD FreeSync. Комплект поставки. На этом у меня всё. Если обзор был интересным, обязательно отмечайте видео лайком, подписывайтесь на канал Девайс и включайте все уведомления под колоколом. В комментариях можете делиться своим мнением, замечаниями и пожеланиями. Ссылки на монитор из данного обзора вы найдёте в описании. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео.